Продолжение следует... 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 жилого дома по улице Калевица в 43-м квартале на общую сумму 532 миллиона 747 тысяч, которые в условном порядке были зарегистрированы в направлении государственной службы регистрации, кадастры, гаторографии. Строймонтаж 22 обязалась построить и вести эксплуатацию в каркасном жилой дом с переменной этажностью 12 и 13 и 14 этажей в срок до 2-го квартала 2018 года. Дольщики обязались оплатить денежные средства в виде целевого финансирования строительства. В период времени, вышемой указанной, поступили на счета Строймонтаж 22 денежные средства в сумме 414 миллионов 872 тысячи рублей. В результате противоправных действий руководства организации Строймонтаж 22 сегодня уже обсуждалось. Все мы это знаем, что дом не введен эксплуатацию. Значит, по уголовному делу, так же, как сегодня уже говорилось, произведены выемки данной организации, произведены выемки также управления Федеральной службой государственной регистрации и кадастры, картографии по республике Сахай-Ахуте, произведен осмотр здания недостроенного по улице Кальнице 43-й квартал. И, значит, назначена строительно-техническая судебная экспертиза, которая даст ответ на вопросы степени готовности дома, объемах затраченных на строительных материалах и их стоимости. Но, учитывая сложность данной экспертизы, оно будет готово не ранее, чем через два месяца. Значит, в ходе также расследования было установлено, что все имущество данной организации, в том числе имущество генерального директора указанного объекта, приходит поналожен арест управления Федеральной службой государственной приставы по республике Сахай-Ахуте на общую сумму 558 миллионов рублей. Среди чем, к сожалению, принятие обеспеченных мер в интересах потерпевших невозможно. Также на сегодняшний день допрошено 45 потерпевших, планируется в дальнейшем в рамках следствия 97 потерпевших еще допросить. Срок следствия продлен до 7 марта, то есть до 4 месяцев. Учитывая большой общественный резонанс, данный угол дел находится на особом контроле прокуратуры с улицей и расследуется именно следственной частью МВД. По поводу вопроса, только что возникшего по документации, если этот вопрос именно зависит от какой-то степени решения проблемы, я думаю, что этот вопрос можно решить уже как бы в рабочем порядке непосредственно. Какие документы интересуют застройщиков или другие какие-то организации, это все в принципе решаемо для того, чтобы помочь людям, потому что прежде всего главная задача в этом заключается, чтобы нам... Ну, конечно, по уголовному делу у нас получается, что мы должны разобраться и, вы знаете, что существует принцип презумпция невиновности, пока у нас нет приговора туда, мы не можем говорить о том, что кто-либо конкретно виноват и должен быть привлечен к уголовной ответственности, но, тем не менее, уголовное дело расследуется, и, по крайней мере, органы следственной прокуратуры с улицей ориентированной об окончании уголовного дела и направлении его в суд. После всех проведенных следственных оперативных мероприятий, в том числе и следственных мероприятий, следователям будет решаться вопрос уже в рамках уголовного партициального законодательства. Но, к сожалению, в настоящее время, повторюсь, что обеспечительные меры приняты быть не могут в случае, если у нас все-таки будет виновное лицо, так как у него и общество все уже арестовано. Служен судебный листок. Пожалуйста, Антон Макл. Спасибо. По банкротствам добавьте. Потом эти вопросы будут, но есть вот эти. Добрый день, уважаемые участники совещения. Также, как было указано, согласно имеющейся информации органа прокуратуры, 12 февраля решение арбитражного суда о строительном монтаже до счета признано нестоятельно. Узверждено арбитражным управляющим, которому предстоит провести иентализацию имущества строщика, формирование рефт, требование участников строительства, определение стоимости прав на земельный участок и объект незавершенного строительства. Направление в фонд документов, необходимое для рассмотрения надательным советом фонда. Дополнительное соглашение номер 3 к соглашению 25 октября 2019 года по предоставлению имущественного взноса республики и имущества публичной правовой компании фонда, включающей данный объект, подписанным фондом 16 февраля. Обеспечение имущественного взноса республики Схай-Якутия в государственном бюджете предусмотрено средство в размере 17 млн. рублей для софинансирования мероприятий фонда. Финансирование федерального фонда составляет 191 млн. рублей. До 20 мая формируется реестр требований участников строительства, будет проведена инвентаризация имущества, оценка земельного участка и объекта незавершенного строительства. По итогам данных мероприятий информация будет направлена в фонд для принятия решения, ориентирующийся на срок 2-3 квартала 2021 года. Далее будут проводиться мероприятия передачи право настройщика региональному фонду, корректировка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проекта, определение генерального подрядчика для достройки объекта, сами строительно-монтажные работы. Согласно имеющейся информации, срок завершения строительства планируется не ранее 3-4 квартала 2023 года. На этом по поводу конкурсства все. Так, северильная цель, жена Малейшкина, да? Ну, здесь, в основном, выступают события с законодательством, он участвует в бюджетовственной комиссии, содействует решению вопросов о завершении проблемных объектов. Именно по данному объекту у нас в прошлом году, в конце года, поступило заявление о продлении разрешения на строительство. В соответствии с законодательством перегламентом муниципального строительства разрешения продлено до 31 февраля 2021 года. Ну и ждем судебных решений. Судебные решения. Судебные решения мы ничего не можем. Еще, потому что, но то, что мы сегодня собрались, было важно услышать... Хотел бы уточнить, вот все-таки нам нужен арест на имущество, а вот на сам объект, все равно как-то рассматривать, да? Есть какой-то, какой-то здесь был какой-то умысел у него, там что-то? Объект, вы все-таки, я смотрю и думаю, да? Он все-таки процентов на 80 готов, да? Есть в этом какой-то у него умысел? Нет. Я вам вопрос даю. Ну, во-первых, данный объект, он вызвал все эти доказательства по данному главному делу, в том числе, если это был устроенный. И умысел у него есть или нет, это надо уже исходить из всех комплекса доказательств, которые будут собраны по данному главному делу. Сейчас так сложно сказать. Здесь как бы здесь... Здесь по самому объекту вообще, да? Понятно. Здесь же вы понимаете, что ему меняется не хищение денежных средств дольщиков, а именно злоупотребление должностным полномочиям как руководительным предприятием. То есть здесь будет ли это злоупотребление? Не будет. Вот это в ходе следствия. Если какие-то все-таки будут учиться, да? Что изменилось, что законодательство и прочее, это тоже учительство будет? Ну, изменилось. В том числе, конечно, это будет тоже учительство. Конечно, в рамках следовательного дела. Потому что это повсеместно, это все очень... Все меняется. Так, у нас есть еще вещи? Давайте я оставлю. Это две... Кроме, так же, а есть или нет? Да, есть. А, мы с вами с вами с вами. Так, кто еще хочет наступить? Все? Нет, я. Так, все, ну, 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 да. Она сказала, она сказала, она там у меня просто «Жизкострой вместе». И я почему в курсе говорю? Потому что действительно фонд «Минстрой», они как-то воверху смотрят, а проблему у людей, чтобы решить проблему, не входит. Все это вот. Вот сейчас я. Потому что мы тоже «Жизкострой вместе» бьемся, бьемся, бесполезно. Поэтому мы вынуждены обращаться в верхние туда. Вот сейчас я вам... Извините, наш председатель. Бьемся, 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 Максим Афаял Петрович. В части денежной компенсации мы хотим сказать, что постановление номер 2014 правительства республик Сахар-Якутии, который разрабатывал механизм социальных поплат, является глубоко антиконституционным и дискриминационным отношением бьемся, потому что этим постановлением тем гражданам, участникам строительства, которые выезжали за пределы территории республики, социальные выплаты осуществлялись именно на основании стоимости, рыночной стоимости квадратного метра жилья, в то время как бащикам, которые оставались на территории республики, социальные выплаты осуществлялись без учета инфляции за десятилетий период. И таким образом они явились фактически ничтожными. В силу закона, который подтверждается судебной практикой, денежные компенсации должны выплачиваться именно на основании стоимости, рыночной стоимости квадратного метра жилья. Более того, Терпомный суд также указал на возможность применения метода расчета так называемых абстрактных убытков под договором долевого свидетельства. Спасибо за внимание. Так, и вот я хочу сказать. Второй раз вы наступаете на грабли, вы плачиваете по остановлению правительства, указа Путина, именно решение жилищного вопроса. Жилищного, чтобы прекратить вот это все. Но вы же решаете поверхность, вы же решаете вот выплатить социальную выплату, даже не смотрите на решение судов, потому что и Думан, и правительство у вас тут решило, что именно, то есть я хочу сказать так, что мы все дочери, пальчики и куки коллективно и организованно будем жаловаться в управлении внутренней политики администрации президента, поскольку Путин очень тщательно следит за выполнение национального проекта жилья и городской среды. Часть реализации которой является достройе проблемных объектов. И поэтому рейтинг губернатора местных властей напрямую зависит от решения проблем обманутых дочек. Если по какой-либо из причин чиновники начинают волокить, то мы, как граждане, рассматриваем это преступное сообщество из числа чиновников правоохранительных органов местного самоуправления, которые чинят препятствию выполнения указа президента. Поэтому мы письменно обращаемся в администрацию президента в Генеральную прокуратуру и ФСБ России. В ФСБ России мы будем жаловаться, потому что такое отношение к людям это как идет саботаж и приводит к нарастанию социальной напряженности. Мы вынуждены будем выходить на митинги, чтобы доказать право на свои квартиры. А чиновники, которые способствуют социальной напряженности среди граждан, будут расцениваться как враги народа. Это я вам точно говорю, потому что нельзя. Вы представители Госдумы, он тогда говорил, Наталья Геннадьевна Саширова, повешивая этих чиновников на площади, чтобы стыдно было. Вы посмотрите, как мы живем. Вы посмотрите, как мы живем. У нас жилья нет, прописки нет, люди снимают квартиры. И вы вот сидите сейчас, перетягиваете, дайте землю, наоборот, человек пусть застроит. Сделайте, чтобы человек выплатил. Это не ваши деньги. Даже фонд, вот сейчас фонд, они сделали коммерческий банк. И там начинают играть. Как бы еще человека простого обыграть. Я даже вот по ЖИСКО срую вместе. Вот, Северина Владимировна, по-моему. Мы обращались, сколько раз, конечно, хотела, чтобы представители слышали это города. Моли, выделите или другой нам участок, в конце концов, заберите, мы передадим в это. Или, значит, не несите все же, мы попали под дочеки, выплатили сумму ту, которую я могу купить жилье. А то, что пострадали, я ничего, я должна, мне сколько лет, я должна дома сидеть. Мы отработали муж, орден славы есть. Мы где живем? А вам разницы нет. Вот вы выплатили эти копейки, и все. Поэтому эти слова, я подтверждаю, так мы просто больше не оставим. Поэтому думайте, как решить пробегу, чтобы не было социальной благоленности. Спасибо. И также прокуратура просит более тщательно изучать законы, обращения, к которым мы обращаемся, по существованию отписки. Я хочу выступить все-таки в сторону приходь-ка по одной простой причине. Я когда выбирала квартиру, я понимала, что человек 15 лет добросовестно строил. Никаких проблем, в принципе, не было. Проблемы начались в 2018 году. Естественно, да, может быть, была ошибка достраивать сразу несколько домов, то, что здесь дома были, в Мирном. Но это, может, как-то усугубило ситуацию. Я не знаю, но все-таки, если бы он нас хотел обмануть, ребята, он бы нас обманул еще на уровне Котловак. Он давным-давно уехал на Барни, Гавайи, я не знаю куда. Он от нас не прятался. Он все это время пытался с нами разговаривать. Выйти с нами на собрание. Ребята, давайте так, а вот так. То есть он пытается найти выход из ситуации. Но почему-то, когда уже вот даже нашелся подрядчик готовый завершить наши дома, квартиры в конце 2021 года, все, понимаете, опять стройку оставили, то есть уходить и выгнали всех. То есть для меня это вообще ситуация абсолютно абсурдная. Потому что если есть люди готовые завершить строительство, почему им не дать шанс? Он же не какой-то в конце концов не был у меня. Человек 15 лет строил. Он уже не... И вчера родилась эта компания, но в конце концов. В прошлом... В 2020 году давайте не забывать, что была пандемия. Все границы были закрыты. О каких рабочих силах вообще может идти речь? Давайте это тоже не забывать. Я считаю, что его надо наоборот поддержать. Дайте ему госгарантию, что... Поймите, пускай он достроит уже наконец-то наш дом. Потом уже разбирайтесь как хотите. Вот правда, потому что мы две жизни и пять, десять жизней не имеем. Мы живем один раз. Дайте нам возможность в конце концов получить свои квартиры. Вообще все равно, кто нам достроит квартиры. Либо фонд, либо армия. Приходь, а нам просто нужны квартиры. Мы устали уже жить. Единая Россия до конца года достройте, пожалуйста, на квартиры. Достройте, пожалуйста, нам квартиры. И поддержите, в конце концов. И мы будем голосовать за вас. Фонд поддержите, достроите, подержите. Этот застройщик вас обманывал на протяжении многих лет, да? Вы говорите, он никого не кинул на уровне Котлована. Он в городе Мирном кинул два объекта на уровне Котлована. Он вообще ничего не построил там. А кинул людей. Кинул вас. Он злостный нарушитель, еще раз повторяю, федерального закона. Ни разу не предоставляла отчетность. Ну, давайте. Миромида закончилась. Мы же раздевались, я согласен. Вы заступаете сейчас. Мы с вами приостучались в дверь. Не открывал два. Да. После суда вы включили, что это вы включили. Подготавливаем, если я вам подготавливаю. Решение суда, подготавливаем. Правительство, вот это наше общее отказание. Спасибо.